Всем привет, с вами Декоди и буквально две недели назад Джонатан верифицировал ремейк довольно известного демона, вышедшего еще в 2017 году. На момент выхода он был одним из немногих уровней из категории Тревел и смотрелся более чем хорошо. Но вот спустя три года, все еще в обновлении 2.1 появился Dark Odyssey, с точки зрения геймплея и декора в разы превосходящий Dark Travel. Отличия можно проследить на протяжении всего демона, как минимум потому что ремейк стал более синхронизированным с музыкой. К слову о музыке, она сочетает в себе несколько стилей, таких как Ambient, Drum'n'Bass, House и другие, удивительным образом сочетающихся между собой. Насколько атмосферен трек в уровне, настолько же атмосферный и декораций в нем. Все-таки более 300 тысяч объектов были потрачены не зря. Один только глич эффект смотрится лучше, чем некоторые гличи в After Effects. Проходить этот демон я, разумеется, взялся на стриме, ибо он идеально для этого подходит. Пройти с первого раза Dark Odyssey в планах у меня не было, собственно, как и тратить на него кучу времени, с учетом того, что творение Джонатана едва ли дотягивает до экстрима, по крайней мере мне так казалось. Очевидно, что из-за мафаки. Конечно же, у меня поднялся пульс из-за того, что мафака на меня подписался. Иначе быть не может. Кстати, буду играть без всяких там low detail модов, не то что там гитара. У меня все будет по максимуму. Музыка прекраснейшая, согласен. Вот, хи-хи, 9%. Я вообще понял то, что там нужно нажимать, когда происходит вот в музыке, типа такое, вааа, и ты нажимаешь. Да. Я что-то и забыл совсем, когда нужно нажимать. Тун, 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 тун. Хе-хе. Нормально. Вот в этом уровне мне нравится то, что все поначалу так весело, прикольно. Как будто день, да? Обычный такой летний день. А потом начинается что-то невообразимое, и все меняется резко. Прям под музыку. Вот это очень годно. Хе-хе. Прямо перед дропом. Ну, ничего. Там, если до дропа дойдут, уже надо будет с этими стрелочками думать. Ну, в смысле, там они внизу появляются, ты их как бы своей фотографической памятью так фотографируешь, и потом по нужным этим волной проходишься. Ну, по нужным стрелочкам тоже. Это очень прикольно. Во, все, наконец-таки. Так, а то сюда вниз. Это тоже вниз. Вниз, вверх. Вот так вот. Черт, вот всегда, когда желтая сфера, она хуже некуда. Лучше, когда зеленая. Ну, в теории, я мог дойти уже до процентов 30 минимум. Но, мне не повезло. Потому что там рандом. Типа, вниз, вверх. Вниз, вниз. Вверх, вверх. Вверх, вниз. Ну, то есть, такие есть вариации. Во, найс. Вот это мне нравится. Так. Вперед, вверх, вверх. Вперед, вверх, вверх. Угу. Вниз. Вниз. Это прикольно, кстати. Ту-ту-ту-ту-ту. Я уже начал переживать. Ну, вот просто ничего. Ну, как так? 28 процентов. Ну, это долго, да. Так. Вверх. Вот это не очень хорошо. Ненавижу этот желтый ворп. Он постоянно не такой вот. Через него сложнее проходить объективно. Типа, тебя может либо то, либо то выпасть. И если желтый ворп выпадает, то это плохо. Уже понимаешь это. Да, блин, опять желтый ворп. Ну, сколько можно этот поганый желтый ворп постоянно выпадает? Еще сложно запоминать стрелочки, когда там, допустим, вверх, посередине и вниз. И ты их именно как фотографируешь. То есть, не запоминаешь вот словами. А именно запоминаешь, как они выглядят. И потом повторяешь это на волне. Так, пожалуйста. Нормальный ворп в выпаде. Ура. Так, что там у нас? Вниз, в... Так, вниз, вниз, вперед. Вниз, вниз, вперед. Так, тут у нас что? Вниз, вниз. Так, в夏. Так, прикинь. и фашка ну как так мой любимый момент сейчас будет прям вообще обожаю его ищи фугу детали жесткий клич конечно очень жесткий и не туда полетел нет чуть-чуть вот было типа надо было вниз я вверх случайно полетел не переживай спокойно это всего лишь изичный кораблик так ребят го 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 42 процента в принципе даже должен пройти в теориям но я попробую давайте долл и все остальное уже видите вот прихорашиваюсь так сказать перед доллом все f michigan я никогда не думал что здесь сольюсь но я слился да то есть ничего вообще никакого не дропа ничего все просто я взял и слил то в смысле тут в шип так там тыкнул там надо было просто зажать и все ну ладно 55 уже да в смысле я не затем не одну микро шип а Блин, да я переживаю, но я переживал, правда Да куда? Он просто вниз проваливается, понимаете? Что с ним не так? Первый стрим закончился фейлом на 65% И в целом это неплохой результат Тем более я тренировал Dark Odyssey всего пару дней И никакого разочарования не почувствовал Самым сложным моментом, как и ожидалось, оказались дуалы Нет, они не худшие, как вы могли прочитать в названии ролика Скорее непонятные и непредсказуемые С точки зрения геймплея мне они даже понравились Кто бы мог сомневаться, что я буду путать стрелочки на волне Забывать, как проходить определенные части И, конечно, разбиваться на тех моментах, на которых этого не должен был делать Ой Все Минус вентилятор просто Пиздец, блядь, зачем? Я просто взял, тыхнул и все Это просто клик Я спокоен, максимально спокоен Вот так вот Ой Сломался Я спокоен Все просто прохожу его и все Тон, 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 тон Ну как так? Ну 88 Да что такое? Так, не дойдя до последней части в Демоне Я решил, что раз постримил в пятницу То это можно сделать и в субботу Уж на следующий день-то я смогу пройти до Аркодиси Подумал я Но это была ошибка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА БЛЛЯН! Ну НЕТ ЗАНКДРАНИ ЕТО!! Ну ПОЧECНО НА ВАСТЕ? Ну КАК? Нет! НЕТ! ça НЕ что ж такое? НЕТ. Все неправильно Все вообще просто Двойка мне Давай дневник двойка Привет, что думаешь насчет Евровидения? Ничего не думаю Даже никогда не смотрю его Потому что тупо неинтересно Что там может быть интересного, не знаю Мне кажется, что даже Дота Интернешнл будет поинтереснее Хотя там ничего не понимаю БЛЯН Ну я нашел случайно, ну Все! Несмотря на мою уверенность Что фейла на последнем партии не произойдет Это все же случилось На самом деле мне очень повезло, что я до туда в принципе Дошел, потому что всегда начинаю очень сильно Переживать и это мне на руку явно не играет Причем по моим наблюдениям Чем дольше длится уровень, тем больше ты испытываешь Эмоций в самом конце, после того как разбился Разумеется. Порой настолько сильно Перехватывает дух, что ты не можешь даже нажать На левую кнопку мыши и это очень странное Ощущение, которое сложно получить каким-то Иным способом, кроме как играя в экстримы После стрима в субботу Я окончательно разочаровался И не знал, что делать дальше Просто если я начну проходить демон То не оставлю его, пока не пройду Порой это доходит до того, что каждый неудачный день Для меня заканчивается плохим настроением И дикой грустью Хотя может это и неплохо, раз меня только подобное И может вести в такое состояние Вот именно поэтому нужно играть где-то 2-3 часа максимум И заканчивать, переходя к другим делам Но я же так не могу, если сел играть То это на весь день Отсюда и возникают проблемы В общем спустя 3 дня я все же смог пройти Дарк Одисей Еще раз разбившись в самом конце На том же месте Дарк Одисей Дарк Один Подтепленная Один Дарк Один Продолжение следует... 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 а 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 я прошел я прошел dark travel вы не понимаете двадцать часов двадцать я не знаю почему так долго но аааа наконец наконец и мне даже вебку было лень подрубать если честно просто тупо лень и все потому что я отчаялся понимаете этот демон это не sonic wave чтобы его так долго проходить но я его все таки проходил так долго и не на стриме да ну сколько попыток 781 потому что попытки долгие здесь демон длится целых шесть минут я все таки сделал это потому что я думал уже честно выкладывать видос без финальной попытки и здесь десять тысяч четыреста два долл ну как они прикольные но там часто так сливаешься то что уже начинаешь ненавидеть вот поначалу любишь а потом просто ненавидишь это вот про dark odyssey можно сказать dark travel какая разница короче все всем пока а и 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